В эфире молодежные новости. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Поднятие флагов в честь 98-го годовщины Эстонской Республики. Концерт творческих коллективов международного обвинения Лира и национально-культурных обществ города Нарва. Нарвский лыжный заезд 2016. Нарва вместе со всей Эстонией 24 февраля отмечала 98-ю годовщину Эстонской Республики. Празднование началось с поднятия флага в Нарвском ряде, где и побывал наш корреспондент Катя. Всем привет! В это раннее и холодное утро мы находимся возле Нарвского замка, где в 7.20 пройдет торжественное поднятие флага. Давайте тоже поприсутствуем там. По традиции, утром 24 февраля в Нарвском замке подняли флаг в честь Дня независимости Эстонской Республики. Посмотреть на ежегодные события пришли жители Нарвы, политики, полицейские, пограничники и бойцы Силы обороны. После поднятия флага жители приграничного города могли попить теплого чая внутри Нарвского замка. Позже жители третьего по величине города могли бесплатно отправиться на автобусе к Нарвскому гарнизонному кладбищу, чтобы возложить винки к монументу в память о Восвободительной войне. В День независимости Эстонии на спортивной трассе Айкекюла прошел Нарвский лыжный заезд в 2016. Наша съемочная команда побывала там и подготовила репортаж. Сейчас мы находимся на Ореховой горке, где проходит Нарвский лыжный заезд в 2016. Мы возьмем интервью у участников и организаторов. После поднятия флага жители Нарвы продолжили праздновать День независимости Эстонии на Ореховой горке. Там проходил Нарвский лыжный заезд в 2016, в котором приняли участие как дети, так и взрослые. Участникам были предоставлены три дистанции на выбор. Я вообще, в принципе, лыжами не занимаюсь. Сегодня даже был первый раз за эту зиму мой старт на лыжах и вообще тренировка. А как вы считаете, такие мероприятия полезны для нарвской молодежи? Конечно, очень полезны. Мы со своим спортивным клубом «Отусом» тоже пытаемся привлечь больше молодежи на беговые соревнования, на различные забеги по серфингу, то, что летом проходит, то, что лыжные забеги. То есть во всем надо участвовать. Это движение, здоровье, одна только польза. Для всех участников заезда на месте было организовано горячее питание. Как сказал организатор, целью заезда было провести свободное время в выходной день с пользой. Что было самым сложным в этом заезде для вас? Ну, что мы всегда падали, и участники всегда на нас палками махались. Вы задумывались о том, чтобы как-то начать заниматься спортом из-за такого мероприятия? Как-то не хочу задумываться насчет лыж. В этом мероприятии решила принять участие известная эстонская биатлонистка Дарья Юрлова, которая представляла Эстонию на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Завершением празднования 98-го годовщины Эстонской Республики был концерт творческих коллективов Международного объединения Лира и национально-культурных обществ НАРО. Подробности смотрите далее. Мы находимся возле Дома культуры Ругадив, где с минуты на минуту начнется концерт, посвященный 98-й годовщине Эстонской Республики. Давайте пойдем внутрь и посмотрим, что там происходит. Возле ДК Ругадива состоялся флешмоб массового эстонского танца, в котором могли принять участие все желающие. Сразу после танца праздник продолжился на сцене Дома культуры Ругадив, где выступили творческие коллективы Международного объединения культурных сообществ Лира, а также национально-культурных обществ города Нарвы. Вход на концерт был свободный. В начале концерта перед жителями и гостями города выступили с речью Михаил Кылвард и Александр Ефимов. Это были самые главные события в прошедшей неделе. А с вами была студия Нор-ТВ. До новых встреч! Годовщине! Хлеб уже! Нет! Мы находимся в Дома культуры Ругадив. Огонька! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова